Снова дневные развороты, снова Елена Вчинникова, Павел Шапкин с удовольствием вам его представляет. Здравствуйте! А я думала, вы править Москву сейчас начнёте. Ребят, неправда, вы же сказали, неправда, в студии это самое, не эти люди. Да, здравствуйте ещё раз все те, кто с нами был в первом часе, все те, кто к нам присоединился. Напоминаем, что у нас в студии гости. Отец Георгий Купцов, настоятель храма Веры, Надежды, Любови и Материи из Софии. И Александр Выдарин, управляющий партнёр компании Выдарин и партнёры Юрист. Как правильно вы это сделали, потому что я потеряла очки и не смогла бы с листочкой прочитать. Я уже чувствую, Лена, я уже чувствую. Давайте мы сейчас всё-таки завершим вот эту тему с архитектурой, с сохранением памятников архитектуры. В первом часе мы говорили о том, что прокуратура Октябрьского района обязала отреставрировать культурные памятники в Кирове. В том числе это и касалось храмового комплекса, находящегося на территории бывшего Квату. Далее мы будем говорить об акции, которая в данный момент уже идёт на Тетральной площади «Выбери здоровье», она называется, где можно алкоголь обменять на билеты в театр, в кинотеатр, на билеты на массовое катание, на витамины и прочее другое. Вот, будем говорить об этом. Пишите свои смс на наш номер 8 909 720 101 и 0, если у вас есть что сказать. Или звоните нам в студию 708 502. Один звонок сегодня был, но он сорвался, смсов я не вижу вообще. Ну, надеюсь, их будет больше. А точнее, они будут во втором часе. Во втором часе, да. Ну, вообще, тема, о которой мы будем говорить, о которой будем заниматься во втором часе, связана именно с этой акцией. Да, то есть, ну, как сообщалось неделю назад в новостях, как сообщалось неделю назад в новостях, на Театральной площади будет происходить некое действо. То есть, видимо, я себе это представляю так. Идёт человек, под мышкой бутылка, вот, стоят некие молодые весёлые люди с радостными лицами. А какие пьянчуги, держи билет на каток. Выбирает, да, отнимает у человека бутылку и отправляет его в бассейн. И он грустно стоит, потому что купаться ему совсем неохота. И плавок-то с собой, собственно, запасных нет. Вот. Но выпить хотелось. Ну, то есть, вся эта ситуация достаточно забавная. Вот. Ну, понятно, что мы шутим. А теперь давайте немножко серьёзности внесём. Потому что у нас на связи Дмитрий Матвеев, заместитель председателя правительства Кировской области. А, к сожалению, нам не удалось дозвониться. Так. Тогда мы продолжаем сами про себя. Да, ну вот, видите, в прошлых годах всё ограничивалось календариками и напутствием. А, у нас есть какой-то звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Это Иван Николаевич Киров. Ага. Я вот хочу... Мы с вами разговаривали, если я не ошибаюсь. Да, 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 да. У нас постоянные слушатели, днём и ночью слушают. Днём и ночью делайте перерыв на личную жизнь. Обязательно. Я хочу обратиться к ученослужителю. Вы знаете... Отец Георгий. Отец Георгий Купсо, да. Отец Георгий, да? Ага. Да, да, да. А то я прослушал тут, занялся делом. Вы знаете, вот у нас на труда есть фабрика текстильная, да? Да. Есть, есть такое дело. А она, по-моему, разве она есть? Не свежу. Там сто лет тому. Ну, она была, наверное, я не знаю. Ну, наверное... Нет, там огромный торговый центр. Нет, я... И завод там тоже есть. Раньше там было, во время войны и до войны, НКВД. Так. Да, и там, значит, обстреливали людей и просто бросали их в канализационные люки. Господи, какая жуткая история. Да, вот такая жуткая, и там, значит, у меня теща, она, значит, работала на этой фабрике, она мне все время говорила, что вот Маша там подружка у нее была, которая, значит, после того, как уже войны там доставали все эти... Останки. Останки, там. Останки, да, 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 да. Я вот думаю, нам бы надо памятник бы там поставить вот этим убиенным и какую-то, я не знаю, службу там провести. Но много их там было очень. Иван Николаевич, насколько я поняла, эта история печальная и трагичная, вам известно от вашей тещи, да, вы сказали? Да, да. Ну, нет, там работники НКВД сохранились, они же там все, они просто сбрасывали. И она рассказывала, как они, значит, там давали спирт, доставали этих... А кто владеет информацией о количестве убиенных? Ой, там много было. Вот, я не знаю, но там очень много было. Они же не вывозили их, они просто сбрасывали туда. Какие-то архивы должны быть, очевидно. Конечно, да, что-то будет рассекречено. Да, они не уничтожены, но это вот свидетели, наверное, остались живы. Отец Георгий, к вам был вопрос по поводу памятника. Что вы думаете, известно ли вам что-то об этом? Иван Николаевич, я, честно говоря, вот в первый раз это услышал, но я просто... Мне приятно слышать от вас, что вот есть такое беспокойство о нашей истории, о наших вот этих трагических моментах и событиях нашей истории. И, конечно же, мы, безусловно, попробуем эту ситуацию, так сказать, исторически поднять какие-то архивы, это все установить. И как священнослужители обязательно в память убиенных надо служить и панихидой. Да, и панихидой. То есть я сейчас сразу не готов вот так вот все сказать, но мы, конечно же, предпримем максимум усилий, чтобы эту память как-то восстановить и, естественно, упоминать. Я думаю, службу там служить надо, потому что все-таки такое место, вы знаете... Вы знаете, оно вообще реально, оно по энергетике какое-то сложное. Я жила в том районе и каждое утро ходила в школу вот мимо того места, про которое вы говорите. И не знаю почему, но в детстве оно меня ужасно пугало. Я старалась вот этот промежуток, где вот эта фабрика, пробежать бегом. Мне там почему-то было всегда страшно. Иван Николаевич, спасибо вам большое за то, что вы нас просветили по этому поводу. Отцу Георгию спасибо за то, что вы сказали. Я понимаю, что памятник это все-таки денежная, затратная процедура, но... Но что касается службы... Но что касается службы, я понимаю, что... В любое время без вопросов тут надо просто согласовать, как-то это провести такое, и мы с удовольствием помолимся. Но надо уточнить место. Да, но отец Георгий, я думаю, главное, вы это услышали. Да. Вы это услышали, вот, и... Ивану Николаевичу спасибо. Спасибо за историю. Спасибо, Иван Николаевич. Ну, как-то от такой печальной темы нам достаточно сложно переходить вот к питью, к веселью, да? Поэтому давайте... Но она тоже такая, знаете, веселая, весьма абстрактная, я бы ее назвал веселой. Нет, поэтому давайте мы все-таки перейдем... Начнем с темы, в принципе, касающейся алкоголем. Давайте коснем все-таки культурного питья, да? Да, Александр Выдарин, который гость сегодня в нашей студии. Я знаю, Саша, что у вас есть коллекция вин. Вы можете рассказать об этом? Потому что, на мой взгляд, редкий человек, очень редкий человек в состоянии коллекционировать алкогольные напитки. Сложно это. Сложно это, когда есть. Понимаете, как это к тебе гости пришли? У меня, знаете, бывает. У меня заходят приятельницы, вот, бутылочку открыли, налили немножко. Потом она у меня в холодильнике стоит. И тут что-то люди приходят. И вот эта бутылочка, она у меня раз, так быстренько уходит. Вот, бывает там, неоткрыто и купишь, стоит. Я знаете, как алкоголь покупаю? Вы не поверите. По-моему, Уржумский завод или что-то разливает иногда спиртные напитки в такие какие-то дивные сосудики. Вы знаете, я увижу такой сосудик и домой его несу. Вот, а потом угощаю всех. А потом использую по какому-нибудь весёлому назначению. Вот. У меня такая небольшая коллекция вот этих вот дивных. Я ребёнка, кстати, в Москву отправляю. Всякие там затейливые шишки, там ещё чего-то. Да. Шишки наполнены алкоголем, вы имеете в виду? Да. Да-да-да. Очень забавно смотрится. Я, собственно говоря, я не коллекционер алкоголя, я коллекционер бутылок. Алкоголь. То есть коробочка такая же, вот такая. Саша, расскажите, пожалуйста, про свою коллекцию. Как давно она у вас? Знаете, я так могу вам сказать небольшую предысторию. В студенческие годы я учился в Москве, начинал учиться в Москве. И не знаю, откуда у меня такая традиция появилась. Я покупал примерно там по 2-3 бутылки вина в неделю. Но я его просто покупал, не взирая там ни на какую принадлежность определённую. Ну, просто там смотрел, что как-то мне нравилось подороже. И в конечном итоге, когда уже я осознал... Откуда у студента такие деньги? Портвейн! Портвейн! Любой на видах студента. Нет, самое главное, что студенту надо где-то хранить эти бутылки по 2-3 бутылки. Нет, сначала они в неделю. Представьте себе, 2-3 бутылки в неделю. Раз, там набег там из соседних. 52 недели в году. Комнаток. Не-не-не. 104 бутылки. У меня было жильё, есть жильё, точнее, поэтому я складывал сначала всё в шкаф. Там студенты оголтелы не носились, в общем-то. Так, вы складывали шкаф. И потом вот это увлечение уже перешло в такое своего рода уже серьёзное понимание то, что нужно собирать и по каким тематикам эту винотеку раскладывать. То есть я вот... Слово какое забавное. Винотека. Винотека, да. Это вот именно коллекция, так называемая. Они в винотеке... Это, видимо, от одного корня. Винотека, дискотека. Возможно. Одно из другого невозможно. Как сказать, я делаю акцент. Вот сейчас вот Грузия стала не в почёте в большом, но она давно уже не в почёте. Но на самом деле... А как год три? Да нет, она уже лет пяток конкретно не в почёте после того, как там кое-кто из грузинских венелей сказал, что это по-моему, туда их надо выливать. Нет. На самом деле вот я... А вы сейчас говорите о грузинских винах. Ну, я просто рассказываю о том... А не о Грузии? Нет. Грузия, Грузия, вины, вины нет. Грузинские вины — это грузинские вина. Я начал как бы вот именно специализацию на грузинских винах, потому что там есть такие замечательные коллекции, как Телавский винный погреб. В Кирове я о таком не слышал, наверное, никто, потому что оно здесь в принципе не продавалось, а заказывалось по каталогу. Нет, вообще город Телави, да, он славится, насколько я понимаю. И такие вина там вот как Хошени, Саперави, там очень большое количество этих всяких вин. То есть вообще изначально Грузия — это самая родина виноделия сама по себе. То есть оттуда всё идёт, родоначалие вины. Но попробуйте с дагестанцами, поспорьте на эту тему. Вообще везде, где есть виноград. Вы чего? Везде, где есть виноград, это всё реально. Везде, где есть люди, которые хотят произвести вино, а не виноград. Виноград, потому что... Александр Александрович, я знаете, что хотел сказать? Давайте так конкретно. Везде, где люди хотят выпить и любят это дело, они найдут из чего это принадлежит на виноград. Я что хотел сказать? Раз уж сегодня день отказа от алкоголя, давайте нашу дискуссию мы проведём, ну, переведём в русло вот правды и ложь об алкоголе. Вот вы специалист, специалист в этом отношении, да? Мы сегодня... Коллекционер. Специалист в коллекционировании. Специалист в мелье, конечно, но... Ну, по крайней мере, об алкоголе, знаете, довольно много. Нет, то есть Александр не дегустатор. Да, я понимаю. А коли уж сегодня мы волей или неволей, да, вот в контексте той акции, которая проходит на театралке, подаём алкоголь с негативной точки зрения, да, давайте вот ты, ну, какие-то моменты, вот вы нам расскажете. Так кто же это с негативной-то подаёт, Паш, кроме вас? Откажитесь от алкоголя, запишитесь в зал. Вот я этого не говорила. Ну, по крайней мере, так декларируют организаторы, это декларируют организаторы, вот акции на театральной площади. Нет, я такого не говорила. Всё зависит от того, всё зависит от количества алкоголя. Она показывает, у нас есть звонок. Алло. 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 Здравствуйте, мы вас не слышим. Алло. Звонок есть человека, нет? Ну, что, удастся дозвониться позже. Александр, расскажите нам вот... Сколько теперь бутылок в вашей коллекции? Ну, сейчас уже 1780, там, примерно. Сколько? 1780 бутылок. Слушайте, переведите в ящики. Я не могу перевести в ящики, потому что они лежат на фолках. В ящиках ли я только в магазинных погребах? Нет. В среднем, если под 20 бутылок в ящике, то надо поделить просто. На самом деле она растёт как бы... Почему? Потому что пополняется тематика. То есть, вот, я говорю, сделан акцент у меня. Ну, сейчас Грузию уже я не дополняю, потому что её просто нет. Вот, массандровские вины, очень большой объём массандровских вин. Инкерман. Но Инкерман именно тот коллекционный, который находится... И здесь такого у нас, в принципе, нет. И Магарач. Саша, спасибо вам. Мы вынуждены вас прервать, потому что у нас сейчас на связи господин Матвеев. Дмитрий Александрович, зампредседателя правительства Кировской области, организатор сегодняшнего действия на Театральной площади. Здравствуйте. Здравствуйте. Мир Пеписанович, добрый день. Рад вас слышать. А почему вы не на Театральной площади? Как не на Театральной площади? На Театральной площади. Скажите, пожалуйста, как пришло в голову, во-первых, вот эта вот идея организовать вот это действие, первое. И второй вопрос. Он меня мучает уже, когда я впервые... Мне 10 лет, когда я впервые услышала об этой акции. А скажите, пожалуйста, количество алкоголя, которое меняется на абонементы, билеты, витамины... Сообразно. ...и его цена должна соответствовать? Или можно купить бутылку чего-нибудь такого, недорогого, но получить абонемент? Это не жадность, это просто любопытство, Дмитрий Александрович. Знаете, я хотел бы сказать, что у нас акция как бы привлечения внимания к важности проблемы, поэтому цена алкоголя как бы не зависит на то, на что его будут обменивать. Ой, вы представляете? Важно, это факт. Видите, в чем дело? У нас скоро рекламный перерыв, и я вот думаю, бежать на Театральную площадь, обменивать... Конечно, бежать и поучаствовать в акции, своим примером показать, что алкоголь в нашей жизни не нужен. Ясно, ясно. А скажите, пожалуйста, финансирование проекта, ведь абонементы, билеты, витамины, ведь это стоит денег. По какой линии шло финансирование? Все равно это какие-то... Я могу сказать, что это все спонсорская помощь как раз тех организаций, которые и выступают за здоровый образ жизни. То есть вот те самые катки, спортивные залы... Да, конечно, конечно. Ориентировочно сколько стоит это удовольствие? Я так понимаю, что сегодня на Театральной площади наверняка какое-то, знаете, студенческое, молодежное веселье. Мы же просто здесь рисовали картинку, на мой взгляд, достаточно смешную, как идет небритая личность, пахнущая перегаром, пахнущая вчерашним праздником. Вот, набегает молодежь, отнимает у него бутылку, дает ему абонемент в бассейн, и он стоит и грустит на площади. Кому в голову пришла вот эта веселая затея? Ну, знаете, это было какое-то наше совместное решение. У нас большая работа проводится по антиалкогольной политике, и просто это как... Небольшая часть нашей алкогольной политики как-то совместно в голову пришла и в департаменте, и нам в правительстве, мы ее поддержали. Хорошо, вы сейчас находитесь на площади. Мы недалеко от вас, но мы, к сожалению, площадь не видим, не в наших окнах она. Сколько там... Ну, слышно, у вас уже весело. Сколько там народу примерно? Ну, человек 20 при мне стоит. Отняли ли у кого-нибудь уже алкоголь? Был ли, состоялся ли уже какой-то чич? Ну, я так уже на четверть канистры заполнены. А, то есть вы еще берете, отнимаете, забираете, получаете, как-то вот, вскрываете и выливаете в канистру? Да, конечно. Дмитрий Александрович, ну... Нет, подождите, у вас разные канистры для водки, пива или всего одно? Затем, зачем, зачем. Все перемешивается, потом утилизируется. Такой коктейль получится ужасный. Хорошо, а канистры сколько литров? Вы подходите лучше, посмотрите. Дмитрий Александрович, ну вот у вас 20, я могу вас заверить, что 21-й участник акции уже спешит к вам, но у него еще пока эфир. Не, ну скажите все-таки, сколько канистры литров? У нас все работает до двух часов. А, до двух часов можно будет. Ой, у нас в студии два гостя, это отец Георгий Купцов и юрист Александр Выгонин. Все посмотрели на часы, видимо, рассчитывают. Очень ждем, очень ждем. Спасибо вам большое. Спасибо, удачи. Мы напоминаем, что у нас на связи был Дмитрий Матвеев, зампредседателя правительства Кировской области. Говорим об акции, которая именно сейчас, в эти минуты, происходит на театральной площади. Два десятка молодых людей ходят по площади и отнимают алкоголь, забирают, принимают алкоголь у всех желающих, и, возможно, даже не очень желающих, и меняют его на абонементы, на билеты, на витамины. Причем, самое главное, в чем здесь фишка? Алкоголь может быть дешевый, а абонемент может быть дорогой. Мне как-то даже жалко этой информацией делиться. Я потому что сам уже выношу. Я же воняла во глаза. Особенно то, что я не пью. Ну, знаете, нет, ну, чего греха таить, да, вот, уходя от этой иронии некоторой. И, в общем-то, алкоголь — это серьезнейшая проблема не только в Кирио, а всей России. Поэтому акции, безусловно, носят положительные характеристики. Паш, на данном этапе для меня тот человек, который хочет создать себе проблемы с алкоголем, он сам себе их создает. Надо соображать, что ты делаешь всегда. То есть, да, алкоголизм — это болезнь. Но когда ты вот долго и старательно ходишь голый по улице, бродишь по сугробам в печали и в тоске, а потом получаешь воспаление легких, но мы же говорим, что ты сам виноват. Почему человек, который начинает пить, пить, не может что-то сделать? У меня была как-то пьяная пьющая. Лен, просто вот вы до 30 лет не пили, поэтому вы не знаете, что, ну, в определенный момент... Я не говорю, что я до 30 лет пил, да, потому что, естественно, тоже нет. Я вам что хочу сказать? Все знают, да, что в определенный момент пьяница, он уже не отдает себе отчет. Он не понимает, что алкоголь — это реальная проблема, из-за которой все теряют жизнь. В моей молодости, конечно, у меня были подружки, которые употребляли алкоголь. И была одна любительница выпить, и я всегда... Она говорила, а что еще делать? Я ей говорила, слушай, приди домой, возьми тряпку, вымой полы. Не надо делать этого, понимаете? Поэтому к алкоголикам я отношусь без особого сострадания, потому что неоднократно видел, какие мучения испытывает семья, где живет пьющий человек. По-моему, у нас есть на связи... Алло. Да. Алло, здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Сергей. Сергей. Здравствуйте, Сергей. Вы хотели какой-то вопрос задать? Да, отцу Георгию, меня давно мучают этот вопрос. Я нигде никак не могу задать никому. Это немножко не про алкоголизм. Ничего страшного. Конкретно. Но это... Взаимосвязь существует. Это к нашей культуре относится все равно. Пожалуйста, ваш вопрос. Почему, отец Георгий, скажите, пожалуйста, почему у нас на такой прекрасной планете нет ни одной православной страны, чтобы она была успешна в экономическом и культурном плане? О, это действительно не про алкоголь. Спасибо вам за вопрос. Ну что ж, отец Георгий, если можно покороче. Сергей, ну да, это очень сложно так в двух словах не ответить. Но единственное, что я хочу сказать, у нас вообще на нашей большой планете нет, в моем понимании, вообще успешных стран как таковых. То есть с какой точки зрения это рассмотреть, с какой колокольни под каким ракурсом смотреть. Потому что изначально, как мы себе понимаем, наше место проживания здесь, на этой земле, это место изгнания, место ссылки, а точнее, место нашего экзамена. Мы готовимся в жизнь будущего века. Из-за этого из духовного мира, который мы не зрим своими телесными очами, на нас воздействуют две ипостаси. Божественная и благодатная ипостась и демоническая, сатанинская. У нас есть свободная воля. И человек познает хорошее, плохое, доброе, и черное и белое в сопоставлении, так скажем. И, естественно, он бывает, как мы говорим, в грехе. Это его естественное состояние. И вынося в жизнь будущего века какие-то вот эти вот сопоставления, он наверняка там с этими сопоставлениями и нужен. Из-за этого мы изначально все греховны. Мы изначально всем имеем некие пристрастия. Из-за этого, как бы мы ни говорили, о каком-то социальном строе, идеального быть не может. Если мы будем говорить об экономических показателях, то есть идеала на этой земле просто быть не может. Православная страна, неправославная, буддистская, мусульманская, все равно вот эти перипетии жизненные, они всегда есть и будут. Дело тут не в православии, дело вообще как бы в устройстве мира как таковое. Вот если в двух словах так. Разрешите, пожалуйста, мне задать вопрос, перефразировать вопрос, как я его понял. Вы знаете, что в прошлом году самое популярное имя для новорожденных в Британии было имя Мохаммед. Это неплохо и нехорошо. Это данность. Я к чему это говорю? Давайте обратим, вот у нас в России огромная проблема с алкоголем. Давайте обратим свое внимание, допустим, на мусульманской республике России, на мусульманской республике нашей страны. Давайте на Казань посмотрим. Там не пьют. Там не брата. Извините, пожалуйста, пьют не так. Пьют не так. Так, так. Не бросать. Павел, Павел, это неправда. А что, а как? Это неправда. Это неправда. Потому что конкретно мусульманство запрещает. Вы, процент верующих мусульман какой в Татарстане, он от силы процентов 6-7. Это те, кто регулярно посещают мечеть, это те, кто выполняют там требования поста и прочего. Вы еще решили, что там, если минареты стоят, то все там вокруг прямо... Захожане, прихожане, процент у нас прихожан и захожан, у них примерно так же, если как-то их можно поделить. То есть я думаю, что у мусульман этот процент не больше. То есть как бы если употребить слово «истина», там мусульмане какие-то, а мы говорим «захожане, прихожане» как-то делим. То есть наверняка наш процент прихожан, мы говорим там о 5% населения, у них наверняка где-то так же. Таким образом, просто как мне показалось, показалось, был задан вопрос, что почему нет православных стран, успешных, имелось в виду, очевидно, что неправославные, значит, успешные. Вообще вопрос, вы знаете, на мой взгляд, он не настолько затейлив, насколько вот есть фраза, которая объяснит, на мой взгляд, всё совершенно чётко. Знаете, есть две позиции. Вот перед стаканом человек сидит, один скажет, что стакан пуст наполовину, а второй скажет, что стакан наполовину полон. Пессимизм и оптимизм. Понимаете, это тоже, на мой взгляд, духовная составляющая, как человек оценивает этот мир. Вот я, допустим, считаю, что мы успешны, мы в достаточной степени, мы счастливы. Не бывает жизни без проблем. Тогда это не жизнь. Тогда это пребывание в Эдеме. А это не Эдем, это жизнь. И должно быть всё. И счастье, и беда, и... Да, бывает, конечно, очень хорошо, когда это как-то уравновешивается. Но когда человек, у него достаточно часто случается несчастье, он ещё оценивает их, знаете, как некий рок, как невозможность из этого выбраться, тогда, конечно, человеку жить тяжело. Но я понимаю, что всех оптимистами не сделать. Но вот это абсолютно субъективная оценка. Это было мнение Елены Овчинниковой. Ещё везде хорошо, где нас нет, тоже вот так. Тоже, да, везде хорошо, где нас нет. Где-то в мусульманских странах не пьют. Вот скажу, значит, вот сейчас постараюсь это с алкоголизмом немножко как бы увязать. Дело в чём, я вот уже начал об этом говорить. Всё дело, насколько мы имеем вот это про страсти к греху. То есть мы, естественно, что-то там, идеальную планочку не соблюдаем, заданную нам спасителем, как жить. Но его удаление нашего восприятия мира и менталитета, в частности, конечно, алкоголизм, это ярко показывает. В нашем народе есть некая традиция, сложившаяся из чего-то. Значит, даже богослужение у нас связано с вином, если так разобраться. Бескровная жертва, тело и кровь Христова. Изначально это мы заносим, повторяю, вино и хлеб, а потом это превращается, так сказать, в тело и кровь Христова после богослужения. Значит, этот наш менталитет, это с этим связано. Но дело в чём заключается? Дело в том, что насколько вот при страсти это где-то грань, когда вино остаётся для нас неким напитком, которое просто мы от случая к случаю употребляем. И когда оно превращается в страсть. Иногда вино работает как лекарство. Да, да, когда же как лекарство. Значит, вот это уже страшно. И вот здесь эту грань важно, чтобы общее восприятие мира, наш общий менталитет, что ли, осуждал вот это, а говорил, что вот это допустимо, а вот это недопустимо. Как вот из этого выйти, чтобы когда государственная политика на каком-то уровне, мне кажется, в советские времена шла конкретно по спаиванию народа. Ну, а что допустимо и что недопустимо? Нет, нет, давайте мы прервёмся на рекламу нам. Именно об этом я и хотел сказать. Хорошо, прерываемся. Добрый день. Добрый день, да. Продолжаем. Ой, родилась у меня идея, только что не знаю, развучить или не озвучить её. Давайте представимся. Павел Шапкин, рожающий идей. Елена Овченикова, их осуждающая. И ругающая меня постоянно. Ну, нет, ну, как вариант. Вот гости в студии. Отец Георгий Купцов, настоятель храма Веры Надежды Любови. Александр Выдрин, юрист, управляющий партнёр компании Выдрин и партнёры. Здравствуйте. Здравствуйте все. И наши гости, и наши радиослушатели. Продолжаем говорить об алкоголе и о конкретной, об акции, которая сейчас происходит на театральной площади. И, как выяснилось, уже канистра практически наполовину наполнена или на четверть. Да? То есть стоит два десятка молодых людей, которые радостно, весело отбирают у людей алкоголь и меняют, значит, и в обмен на алкоголь дают абонементы, витамины, билеты театральные, там что-то ещё, там какой-то большой набор. Вот, видимо, достаточно интересный, потому что Паша всё время пытается убежать с эфира, потому что очень хочется что-то получить. Как выяснилось, можно купить недорогую бутылку алкоголя и поменять её на достаточно солидную по стоимости вещь. Это жадность. Это жадность. Непьющий Паша сейчас пойдёт покупать алкоголь, прибежал, а там всё, билеты закончились. Получил две проходки в киноресторан. Кина не будет, электричество кончилось. Нет, я поменяю на карандаши. Так, давайте всё-таки вернёмся. Мы таки не дали Александру договорить по поводу его коллекции вин. Вы собираете, я так понимаю, уже лет 20, да? Около 20 лет. Нет, Елена, Елена, ты вы круто сказали. Нет, 11 лет, наверное. Самое главное, расскажите, как удаётся не искушаться, не искуситься? Вы знаете, вот я уже до этого говорил, и ещё раз объясню, это некий своего рода такой финансовый инструмент. То есть коллекция, она стоит определённых денег. То есть это не просто как бы набор каких-то бессмысленных бутылок, которые там, да, а это тематика. Прикольно, мне нравится, набор осмысленных бутылок. Нет, ну просто есть кто-то просто глупый, складывает, а есть ведь, она тематически подобрана, и, соответственно, существуют нормальные винные аукционы, на которых это всё такое, и всё растёт в цене. Самое главное, как вы говорили, кто-то собирает вина там Нового Света, да? Да, кто-то собирает Францию, Италию, там Испанию собирают, там собирают Германию. Причём, кстати, вот у нас, я отдельно хочу сказать, немецкие винны незаслуженно обижены вообще в России в целом, на самом деле, это очень выдающаяся... Интересно, у меня почему-то Германия ассоциируется больше с кем-то заводами и промышленностью, но виноградников я тут точно как-то себе не представляю. Долина Рейна, там Лаура, вот эти реки, там очень чудесные виноградники, находятся. У нас здесь представлена только чёрная кошка и молоком любимой женщины будет здесь, ничего, по сути дела нету. Да, Милька... Либо фрау Мильк и Шварцекэтска. Слушайте, у меня к вам вопрос, мы в перерыве обсуждали, тут вы увидели алкоголь с очень смешным названием... Портюша, Портюша, он так и называется. Как вам сказали в магазине, да, его напиваются и мультики смотрят. Да-да-да, он такой, вы знаете... То есть в вашей коллекции Портюши не будет? Нет, нет, Портюши в нашей коллекции такого нет. А почему? Вы представляете, лет через 10-15, если Портюша, конечно, там не превратится в какой-нибудь порошок, там, в прах, сколько она будет стоить, эта Портюша? Люди будут ходить и говорить, неужели это пили? Вино, это, так скажем, живой такой организм, в Портюше не может быть жизни, потому что это, скорее всего, просто порошковое вино, вода и порошок. Я понимаю, живой организм... Минутку. Вино живёт. Подождите, живой организм, это дрожжи живут. Это понятно, вот, то есть грибы фактически, да? Грибная такая... Дрожжи же грибы? Грибы. Грибная такая субстанция. Хорошо, а... Нет, подождите, а за счёт чего? Портюшу пьёшь, порошковешь порошковое вино, а почему пьяный тогда? Ну-ка, ну-ка... Сухой алкоголь? Это как это так? Или вот тут... А, есть же... Подожди, есть таблетки. Это концентраты. Это концентраты определённые, да, из отходов, которые сделаны, по сути дела, отходов брожения. То есть, ну, это по классификации, это не относится ни к вину, это, ну, это вообще как... Нет, то есть процесс брожения всё равно какой-то был, ведь есть спирт. А как спирт вы получите? Как вы его синтезируете без процесса брожения? Ну, может, и химик не такой? Химия тоже не силён особо, но вы поверьте мне, что... Нет, вы знаете, если у вас нет искуса, если у вас нет проблем с сохранением... Слушайте, возьмите пару-тройку бутылок. Вы представляете, какой это будет раритет? Пускай лежат все в уголочке, вы отставьте её, не на виду. Так, пускай где-нибудь, тихонько. Вы знаете, когда стоит на полках там Массандра 905-го года, да, и рядом партюша. Понимаете, когда Массандра 905-го года, это Массандра 905-го года. А тут приходит и говорит, ё-моё, какой гротеск. Так, москвичам в гости, приехавшим налить, так и отведайте бутылочку. Я больше, чем уверена, что они согласятся. Гротес, гротеск. Лен, вам так интересна тема коллекционирования партюши, что, может быть, вам этим заняться? Нет, мне это неинтересно, я же вам говорю, мне совершенно... Лен, ну давайте, следуй, положите в уголочник. А через 10 лет сколько будет? Я положу в уголочник, а жить-то я где буду? На самом деле, сегодня вот вино, это действительно такая вещь, что его ведь, ну, что значит его пить? Вино его не пьют, во-первых, вино просто дегустируют, на самом-то деле, да? Во-вторых... А что смеетесь, там калории? Есть определенный, как сказать, разумный подход. Есть вот для марочных вин, для коллекционных вин, для них есть определенная таблица, и там указано четко, вот какой год, и когда это вино открывает свой букет в полном объеме, вот в какой период, то есть там оно выдержалось, например, 15-20 лет, да, его можно пробовать, деконтировать и разливать. Так затеяливо, знаете, пришла компания такая, эй, шли я под мантию, какой букет наливай? Где букет? Никакого букета тут не было. Вот это уровень культуры. Да, я про это и говорю, что коллекционирование алкоголя у нас в России, вообще это небезопасно. Нет, почему это безопасно? Это для вас безопасно, потому что вы вообще не пьете. Разумно к этому надо подходить. Ну, а вино, оно, вот есть один очень известный такой критик винный, который занимается этим вопросом очень давно, да, он сказал, что вино, оно, его нужно созерцать, его нужно созерцать, его нужно понимать, вино его... Эх, его бы в Россию на пару лет. Не нужно его, по-моему, в самом деле. Все созерцательные составляющие из его организма ушли. У нас, к сожалению, самая главная проблема в том, что у нас культура винопития отсутствует напрочь. Вот и все. Поэтому люди... Ну, не у всех же. Ну, не у всех же. Ну, в основной своей массе, как бы, ну... Да нет, сейчас уже растет достаточно новое поколение людей, которые... Но оно только сейчас растет. Видите, мы исторически, как бы, к вину относимся весьма-весьма опосредованно. Мы, там, не европейская страна. Да, прямо, прямо скажем, мы все-таки... Отец Георгий, они на нас наехали. Они на нас наехали, отец Георгий. Они тут молодые, они тут опосредованно. А мы тут сидим такие. Ага, сейчас. Неправда это. У меня к вам, отец Георгий, вопрос. Скажите, пожалуйста, а вообще, вот как православная церковь относится к алкоголю? Ведь вы же недаром сказали, что и в храм приносят, да, кровь Господня. Вот, и смотрите, есть какие-то праздники, когда принимается, там, чуток. Вы читали когда-нибудь «Угрюм реку»? Читали. Помните, да, там, описание в Пасху, да, там, у корча, там, над мужиками стоял крепкий, там, ядреный спиртовый дух, и над головами у корча плыл аромат ладана. Вот какая-то такая была фраза. Вот. Скажите, пожалуйста, вообще, вот, на ваш взгляд, стоит пить? Или не стоит пить? И что делать пьющему человеку? Вот с молитвой, скажите, можно обращаться? Поможет? Знаете, ну, молитва, конечно, она всегда поможет, если она действительно правильно. Если кто-то человек научился молиться, кто может вот как бы в этот, к Богу обращаться. А если не больно умеешь, не больно, но есть страсть и есть желание. Мне кажется, все равно поможет. Значит, надо начинать, а Господь поможет, конечно. Вот, так что, это наверняка так. А вообще, вот, в винопитии, я еще вот говорю, тут надо где-то проводить, она бывает даже, знаете, для каждого человека очень индивидуальна. Вот, потому что уровень, вот, алкоголизации общества, он до такой степени сейчас страшный, и такие беды несет наше общество, что я бы, конечно, сказал, никто не пейте. Ну, вот, не надо, и детей не приучайте, и вот забудьте про это. Но это будет тоже, эта категоричность, наверняка, она будет не совсем, как бы, правильно сказана, и вот это ее не должно быть. Наверняка, надо повышать уровень вот этой вот культуры. Собственно говоря, знаете, что, вот, мне кажется, вот, церковь, так как культура, это все вот сочетается, потому что мы пытаемся, что несет церковь? Она несет вот образ и подобие Божьего человека, чтобы он, живя вот в каких-то определенных рамках, не выходя за что-то, как вот, все, что сверх меры от лукавого, как у нас сказано, значит, в Писании, то вот от бесов, то есть вот, чтобы он находился вот в этом уровне в каком-то. И в любом деле, в чем угодно, важно это понять. И вот в том числе алкоголизация общества, вот это винопитие и так далее, то есть оно должно быть не то, что там культурный алкоголик и так далее, и там вот пьет, чтобы, значит, это самое, не под забором, а уже вот культурный и так далее. Дело не в этом, дело в том, что, а нужно ли тебе для этого здоровья и так далее. Рядом с забором, это гораздо культурнее, да? Да, то есть нет, это тут более какие-то другие рамки и так далее, то есть если там где-то вот что-то, вроде бы немножко есть, выпил там, сказать, в належащей ситуации, это ничего страшного. И потом, знаете, я личный опыт... Минуточку, сколько ничего страшного? Не знаю, очень индивидуально. Сколько будет в граммах, если ничего страшного? Но я вот, может быть... Ну, вообще, да, это же химия, это уровень расщепления, это восприятие, да. Не знаю, вот, но я себя очень нехорошо чувствую, если даже я что-то вот излишнее выпью. Где-то сейчас уже дозу примерно определил, но я вот, бывает, захожу где-то в какие-то... Или там гости приходят, ну, хорошего сухого вина, там, ну, грамм 50, может, 100 вот так вот. Если долго сидим, 100. Если меньше сидим, так сказать, 50. Чего, в глаза закапываете, что ли? Нет, пью потихонечку, и всё. Ну, это же неинтересно, это же совершенно неинтересно. И просто, ещё хотел сказать, вот, потому что сейчас... Возрослый человек же моментально выводится из организма. Лен, так ведь пьют не то, чтобы напиться. Да, не напиться же. Вот, и потом, знаете, ещё личное такое, чисто личное, вот сейчас мы говорили, вот мы с вами одного поколения, так сказать, вот наши, так сказать, друзья и партнёры здесь, они с коллеги, так сказать, и помоложе, так скажем, в этом плане. Так вот, я просто скажу со своего, так сказать, опыта человека, прожившего 50, там, с чем-то лет, значит, что, оглядываясь назад, видя, кого с нами нет, моего возраста, там, одноклассников, там, кто с кем учился, там, в школе, там, в военно-морском училище, там, где-то кто-то ещё, где-то я пересекался и так далее, то есть, кого с нами нет, основная часть людей, так сказать, мужиков, так сказать, в основном, кто со мной, ребята, учились, так сказать, они уже ушли из этой жизни или напрямую, или, а последовательно, связанно с алкоголем. То есть, процентов на 80, эти смерти, связанные с алкоголем. Прекрасные, хорошие ребята или постепенно спивались, и, там, несчастные случаи из-за алкоголя, или из-за здоровья что-то повернулось, и в той или иной степени алкоголь, там, было как-то всё это, последовательно, с этим связано. Так что, об этом я говорю всегда и всё, вот, уже из личного опыта, даже не как священник. Так, ну что ж, наш эфир подходит к концу, и, можно сказать, мы, как бы, все четверо сегодня категорически против алкоголя, но если немножко, то немножко можно. Я напоминаю, в студии Павел Шапкин, наши гости, отец Георгий Купцов, настоятель храма «Веры и надежды, любовь и матери» и Софии. Александр Выдрин, юрист, управляющий партнёр компанией «Выдрин и партнёры», Елена Овчинникова, в общем, всего в меру, не только алкоголя, но и нас. Павел Шапкин, Овчинников, обращаемся с вами. И прощаемся до пятницы. До свидания. До пятницы.